всем привет сегодня у нас на чистке красавица нуга кто-то просил сухую чистку вот рыба 1 уже высох и две глыбушки глаз начнем сухой посмотрим как вы чистится в сухом виде и я сейчас листала вопросы которые мне задавали меня заинтересовал вопрос звучит он очень интересно на какие темы вы никогда не шутите давайте поговорим на какие темы я никогда не шучу первое это здоровье особенно детское здоровье никогда никто ни от чего не застрахован даже гомонтарная простуда может привести к плачевным результатом никогда не шучу такие глобальные темы запрещенные темы для меня смерть болезни здоровье и темы конечно у меня там потому что в наше время что-то меня нож полосатит наше время вообще нужно следить за языком основательно следи за тем что ты говоришь кому ты говоришь когда ты говоришь потому что как показывает практика всегда все за свои слова отвечают на свои действия тоже то делают очень много говна кто оскорбляет кто проходится по запрещенным темам потом это все окнется можно уметь отвечать за то что ты говоришь потому что сейчас интернет он настолько расслабил людей что они пишут что хотят за языком не следят потому что знаю что через экран как бы не накажет но есть слова закона и находят и отслеживают и наказывают вообще шутить надо тоже уметь знать с кем ты шутишь и по какому поводу потому что не все люди понимают шутки можно как бы ты пошутил тебе смешно человеку обидно запустим человек не понял твои шутки тоже учитывать нужно но сушить она и в сухом виде очень прекрасно чистится вот так что сутками надо тоже быть поаккуратнее я вообще стараюсь следить за тем что мы говорю что я пишу бывает конечно моменты когда порыве там гнева злости можно что-то ляпнуть но опять же как бы я не злилась я не опускаюсь до неприемлемо для меня вещей вроде ответила на этот вопрос второй вопрос тоже мне очень интересно показался как вы относитесь конкуренции смотря в чем эта конкуренция я вообще всегда я и говорила и говорю что я конкуренции отношусь хорошо здорово адекватная конкуренция без грязи без каких-то подлостей без каких-то там закулисных игр она я ее приветствую потому что конкуренция это очень хороший стимул развиваться я никому не завидую не считаю нужным это чувство своей жизни так сказать конкуренция она должна быть здоровой она должна быть без пакостей она должна быть в адекватном ключе если человек из-за каких-то там своих домыслов мыслей зависти и так далее опускается до пакостей начинает грязную конкуренцию таких людей не уважаю от слова совсем значит этот человек слабый значит человек своими силами не может ничего добиться что этот человек как бы завидую другому и старается его утопить это как было не есть хорошо ведет к убыткам когда ты гонишься за чужой выгодой они развиваешь свою вот конкуренция должна быть здоровый адекватный она не должна мешать тебе не другим вот так вот но это опять же я так считаю я так работаю да по поводу продаж все продаж не будет остался набор большой там 51 сорт это коллекция башкирских блин от юли их 50 сортов в наборе и астана в наборе идет также к набору бонус килограмм пудры килограмм суфре и там песчанкой халва по полкилограмму по моему так телеграм-канал я свой закрыла на время по определенным причинам вдаваться не будут подробности вот остался один единственный набор на днях у нас с вами будет распаковка юли там то что кто-то не влезла приехала новая партия тоже все будет для меня все в мои запасы и распаковка мела мел должен приехать в город двадцать первого числа вот тоже ждем на той неделе будет распаковка смело да конечно он еще не до конца высохло я вам скажу все равно крошится немножко вот и когда все распаковки пройдут у нас все мы с вами перечистим тогда уже начнутся обзоры но обзоры начнутся с 24 числа будем попутно и буду попутно я буду выкладывать очистки чтобы не сидеть на одних чистку а уже чтобы обзору пошли потому что еще все досыхает ребят все еще досыхало потом у меня был еще один вопрос такая очистка будет не очень веселая был вопрос как я отношусь к тем людям которые меня пытаются задеть никак я к ним не отношусь до тех пор пока это не касается моей семьи про меня можете говорить что угодно когда угодно это мне как-то фиолетово но когда трогают мою семью тут уже извините меня кто же подсыхает не до конца не до конца высохло вообще я всегда стараюсь абстрагироваться от этого всего могу это все перевести в шутку но стараюсь это не заострять на это внимание вот как стараюсь игнором обходить всю эту грязь так потом был вопрос сейчас вспомнить как он право про мои идеалы что я считаю идеально ну давайте начнем что идеального в этом мире нет это опять же мое мнение ну вот нет для меня ничего идеального всегда есть куда стремиться всегда есть что-то сделать лучше что-то заделать что-то преобразить что-то привнести новое как бы идеальные только бывают линии четко прочерченные в тетради в клеточку так вот если брать масштабно идеал этом красавьте летou идеала я жизни нет идеальной жизни нет идеалов красоты потому что каждый человек уникален каждый человек по-своему хорош в каждом человеке не своя что брать идеальная жизнь ее тоже не бывает идеальной жизни она бывает хорошим но я не верю вот в эти стереотипы что вот идеальная жизнь да нет как у всех бывают и проблемы бывают и не все хорошо бывает и что-то нужно вообще слова идеал она очень размыта в моем понимании не знаю как вашим но если все идеально это стоп для развития это я еще раз повторюсь я озвучиваю лично свое мнение для меня не существует идеала потому что я всегда стремлюсь к чему-то большему кто гонится за идеалами это тоже не есть хорошо то есть вся жизнь в погоне непонятно зачем тоже приводит не очень хорошим результатом но опять же я не довольствуюсь тем что меня есть я говорю за это спасибо вселенной боженьки я говорю за спасибо за то что у меня есть но опять же я стремлюсь это улучшить если я достигают одной цели я иду к другой цели я не боюсь застоя в общем так сказать я боюсь остановиться на одном месте никуда не двигаться это тоже не мой вариант жизни мне нужно движением не нужно что-то новое что-то изучать что-то познавать что-то где-то экспериментировать не люблю за 100 потом не спрашивали про мои любимые праздники о них много во первых каждый каждый месяц в году у нас дни рождения у родственников у детей друзей у родных и близких сейчас мы поговорим с вами о моем любимом празднике один из самых любимых праздников это новый год в декабре у нас два праздника с мужем это годовщина 21 числа и новый год эти праздники я люблю очень люблю я люблю декабрь это один из самых любимых месяцев в году моих когда начинается предновогодняя суета полки в магазинах украшают магазины украшают везде все украшают город украшают такая воздухе веет и как разы праздничная атмосфера мне это очень нравится это все люблю люблю выбирать подарки люблю ходить по магазинам только до 20 где-то 5 6 числа потому что 30 31 я стараюсь в эти дни магазин вообще не ходить не попадать потому что очень жуткая давка все закупаются все торопятся я не очень это люблю и все что мне нужно я стараюсь купить заранее вот такой кусочек у нас получился очень много крошки сейчас ее уберу и вернусь к вам 21 числа у нас нужен годовщина на свадьбу 12 лет это тоже мой любимый праздник это тот день когда наша жизнь из плейлистов можно сказать я благодарна всем лучшим силам за своего мужа потому что он у меня самый лучший потому что мне повезло да я не боюсь об этом говорить меня хороший мужчина с нарядом любящий понимающий поддерживающий я за ним как за каменной стеной все меня в моей жизни устраивает смотрите какой интересный светлый темный классно кусок будет такой вот красавчик вот и потом сразу после нашей годовщины через десять дней новый год классно очень кстати расписаться в декабре это была моя идея мы хотели зеркальную дату 12 12 12 но нам сказали надо было вам за год занимать эту дату и мы решили что распишемся 21 было жутко холодно был мороз в тот день но я не замерзла вот так же любимые праздники это день рождения моих сыночков моих лапушек моих лучших самых любимых мальчишек рождение мужа рождение родителей сестер племянников там много праздников у меня любимых очень много ну-ка очень интересный сорт другое название сливочная она бывает монолитная бывает пудрявая бывает по суше бывают пожирнее очень жирная залипает сливочная очень интересный кусок тут смотрите какие разводы глыба тяжелая поэтому я не держу руках так чищу но это прям вот это кусок который нога перетекает в ногу фреш это прям два в одном нога два в одном ну вот сейчас мы почистили сухую или часы чищу важно я вам скажу так опять же это лично мое мнение мне нравится больше чистить в мокром виде во влажном не в мокром она именно во влажном вот в таком она зачищается лучше не сыпется как сухая потому что сухая она сыпется потом спрашивали про мои любимые книги что я предпочитаю что я читаю сейчас я прослушала 25 книг кодекс охотника эта книга на любителя это фэнтези наш наши отечественные писатели не очень зашла прям очень вот кто любит фэнтези я вам рекомендую почитать с юмором такая полукомедия очень 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 классная книжка также что из последних попаданец я прослушала тоже изумительные попаданцы там всего 4 по моему книги вот я сейчас почему-то так конкретно пересела на библиотеку мужа вот то что он не советовал прочитать я читать мне некогда читать я слушаю я слушаю в аудио наушники называю вперед и дело делаю и книжку слушаю очень мне нравится вот пока сейчас жду 26 книгу кодекса охотника читать повторюсь еще раз времени нет они уже вышли в письменном виде можно почитать но я жду озвучки вот и пока пока я не дослушаю полностью все серии все книги на другую переключаться не буду потому что я прям смакую мне очень нравится а вообще когда есть время я люблю почитать люблю я люблю книжки но книжки опять же не люблю не в электронном виде если если книжка то это прям книга бумажная если читать то я вот предпочитаю на бумажный печатный формат электронные я не люблю читать положа ракуносится если читать то нормальную книгу читать это тоже мой взит я не люблю сеть электронные читалки не люблю читать через телефон если книжка то это должна быть книжка потом спрашивай какую ему разную девочки очень рада и мальчики разного я меломан я могу слушать абсолютно разные жанры разных исполнителей это вам скажу так я слышу музыку поздно настроение не потому что ну как бы и не могу сказать что определенные мне конкретно нравится ой чуть-чуть вас пошатаем музыка разная плейлист абсолютно разный начинается от 50 заканчивая современными какими-то композициями разносторонние разношерстные также и стиле музыкальные тоже абсолютно разные жанры и рок и поп и металл и все что угодно что тут не угадаю какое настроение такая музыка то есть все под настроение потом спрашивали про мои любимые цвета вкус кстати к цветам у меня поменялся именно цветовая палитра меня изменилась сейчас мне нравится бишь серый изумруд вошел в мою жизнь изумрудный цвет прям я вообще его очень сильно полюбила мне очень нравится но вот стандарт который мне нравится это темно-синий серый белый конечно любовь никуда не ушла с этим цветом но добавилось так сказать чуть разнообразие разновидности зеленого так ну почистили мы с вами ногу такая у нас большая чистка с вами вышла болтологическая продолжим следующем видео всем спасибо всем пока